ну что дорогие друзья всем привет сегодня для вас работаю я максим чейф и сегодня со мной также находится огромов да ребята всем привет с вами да макс и гром как всегда и сегодняшний день у нас открывают апрайзинг и команда your team так что думаешь макс по поводу сегодняшней встречи как она пройдет видим мы что карта у нас метал как отдаю ну кому отдаешь предпочтение кто на твой взгляд является фаворитом данной встречи нового фаворитом в данной встрече я бы мог выделить команду your team поскольку ребята показывают себя довольно таки агрессивно на этой мапе неоднократно видел их игру молодцы и думаю то что сейчас они покажут такое же достойное противостояние своим оппонентам хорошие на стрелы у нас может забрасывать также полки густори и план ребята молодцы в принципе работают здесь слаженно ну посмотрим посмотрим как у нас все-таки пройдет битва и будем надеяться на интересный матч все-таки чтобы игры не было в одни ворота как ты думаешь на самом деле я еще в превью игрового дня отписывал что я лично для себя выделил фаворита команду в лице апрайзинг потому что а их же и нарек так скажем темной лошадкой данного турнира потому что ребята очень жестко расправились топовыми коллективами вот и они могут преподнести сюрприз вообще любой команде здесь просто любой вот поэтому я так скажем 10 8 поставлю на апрайзинг до 10 8 все-таки думаю без допов будет вот команда очень жестко очень жестко стреляет все до одного у них и дробовик джем и кислый дракс зажигает вот дракс уже мин минус 2 с ножа сделал с этим это молоко став и тем не менее остается у нас систем один против двоих на кислый очень же рейлиный если рейлиный буквально на ту тычку вот он отпадает и дракс делает трипл килл у нас на ножах и оставляет за своей командой право выбирать сторону на карте мидтаун так вот я говорил о том что выделяю для себя фаворитов команду апрайзинг и еще один довод хотел привести есть дробовик на этой карте этот джем в команде your team тоже есть дробовик план но я не знаю он по моему с ним уже не играет вот но дробовик здесь я на преимуще то есть можно бы эту оставлять в одного то есть на прием то того же джема если они играют за диффенс то бишь большой так скажем диапазон маневра то есть для команды апрайзинг на этой карте как и за атаку как и за диффенс да план все-таки играет у нас с аугом пять штурмовиков у нас выстроили свой line-up у нас your team посмотрим что же из этого всего выйдет желаем командам удачи да начнется же битва титанов да ну будем надеяться то что действительно будет именно битва титанов они избиение какого-либо коллектива и нам с вами будет не скучно наблюдать но джем у нас ни в какую не выходит в готовность хорошо сейчас как мы с погрузимся тогда быстро пролетимся на по никнеймам но и будем наблюдать на будем надеяться то что все таки первое хотя бы первая половина матча у нас пройдет так плотно в счете будут наблюдаться качели ну и ребята будут показывать хорошую игру всегда на это надеюсь ну да ладно так хорошо у нас все прогрузились и за коллектив your team у нас играет system полтик свит good story план за коллектив апрайзинг у нас играет лакост пух дракс кислый джем замечательно ну что как мы видим у нас основное количество ребят из коллектива апрайзинг уже стягивается потихоньку по длину начинает нашивать своих оппонентов в альфе ну и лакоста пытается здесь как-то очень агрессивно отыгрывать от бтр а в соло ну и в принципе на этом его могут и на штрафовать и будет первый минус не все-таки а лакоста стягивается окей не решился лезьте на рожон план в цикаве на приеме срабатывает потихоньку нашивает уже своего оппонента пух да есть зашивка но пока что коллектива праздник у нас попытались работать как-то на перетяжку и вот сейчас уже есть у нас работа по семерке все-таки заход в инку на бете имеется ну и посмотрим насколько он будет эффективен юздракс делает оппон фраг есть в этом раунде падает good story заход у нас есть от команды апрайзинг делает даблкил юздракс путик отлетает также от него есть смещение от команды your team занята уже бета но нет решает смотри фейканули фейканули ставит альфу пух уже просто заплетил лакост зажал зажал ц кафе все ситуация два в четыре просто грамотная позиционка сейчас и раунд в копилку апрайзинг да пух также добирает на синем у нас система и план в соло у нас остается против четырех игроков апрайзинг посмотрим есть первый минус по лакосту но скорее всего на этом все вывенчается успехом для него делает вторую килл минусу и дракса но все-таки джем с пухом на перекрестный огонь стали и добрали последнего игрока юртим и так 1 0 начало у нас в принципе неплохое за атакой посмотрим как будет действовать дальше у нас ребята будет также уверенно сплитовать точки либо же они пойдут на рожон сейчас отпадут от цвета и компании посмотрим есть пока что обычные холдовые закиды но тем не менее свита уже минусует у нас юз дракса и кислый под бтр соло отыгрывает его и 16 хп остается у кислого свет свет знает что он есть там пух разменится на цик а также свет падает у нас подальфе лакост холпанул своему тиммейту система остается соло в альфе делать минус по кислому лакост остается там же бтром 10 хп у него путик добирать пуха и эта ситуация подальфой путик даблкил и остается соляндру у нас джем против троих игроков команды your team посмотрим систем путик и good story против джема джем может зажечь парню да он зажечь то может но парню придется довольно таки сложно поскольку против него находятся три ауга все ребята могут нашивать издалека но дробь как нам известно на дальнем расстоянии совершенно не есть камильфо неужели не заметил все таки полтика но ладно все таки не решается заходить потихоньку вот с кафе пытается как-то отрабатывать 73 хп с рыбойком принимает своего оппонента но уже есть информация то что это перед с кафе ну и соответственно моментальная стяжка систем минус и это раунд в копилке коллектива your team молодцы ребята пока что сравнивают потихоньку начинают как-то отыгрывать и более агрессивно принимать своих оппонентов но посмотрим что у нас будет дальше как будет работать коллектив а праздник все таки опять основное количество бойцов стягивается под дл нашивает уже потихоньку своих оппонентов от плана имеется open track молодцом парень ну и посмотрим что у нас тут ага ребята пытаются также поработать перед с кафе план также работает на приеме 100 хп у парня в принципе дал уже минус и будет ли это второе да это вторая банка залетает все таки от плана полакосты есть информация то что от кафе закрыта ну и ребята в цк совершенно уже не пытаются как-то залазить стягиваются на респу будут работать скорее всего уже от холода но кислый подарку с драксом посмотрим что из этого всего выйдет а джем на семерке потихоньку скорее всего будет отвлекать внимание своих оппонентов на бете ну систем на приеме минус по кислому залетел молодцом здесь на бете у нас принимает good story уже видел своего оппонента джем информация по параме улетела ну и опять же джем только теперь один против пятерых но свит у нас находится в рэду собственно его это и не останавливает как раз таки играет очень агрессивно ну и в упоре на соответствии залетает минус от джема по свиту остается один против четверых сам рэдовый 3 хп зашивка есть на плана но тут уже поджим под беттер и в принципе если будет играть агрессивно получит зашивку просто на перекрестном огне хорош просто замечательно открутил сейчас дроп ну и забрал система моментальный минус и наказание от плана второй раунд в копилке коллектива your team очень ошибочно действует у нас команда апрайзинг сейчас в тим толке было видно что ребята хотели все-таки делать бету но их дробовик же ушел под альфа видно какая-то не скоординировать не сконцентрированность я не знаю чем это связано но тем не менее как итог 2 1 за диффенсом пока что и тем не менее у нас пух уж делал этот опен фраг лакос также еще добрывает одного на бете все ситуация у нас 4 в 2 на карте двое ck остаются запертыми план остается последний вот сейчас очень синхронно отыграли и как итог 2 2 молодцы апрайзинг вот что от них требовалось вот такой именно раунд должен был быть предыдущим то бишь когда команда заходит ck команда ходит бету сплитую точки действует как одно целое вот вам собственно говоря и результат и так и скорее всего нет не будут они повторять прошлый раунд вот за что и поплатились план минусует лакос то у нас в голову джем у нас сидит на поджиме на семерке пух чекает ck на поджим и двое игроков кислый и дракс чекают у нас поджим альфу свит там системам работает на парочку по этим ну товарищам но пока что без результата всего лишь хитпоинтами обменялись так пух присоединяется также на длину пытается стрелить флудит просто патронами без конца есть обычные какие-то прогрены хаешки нет необычные прогрены хаешки кислые забирает нас света под бтром система остается 51 хп закрывается у нас под дверью нет смотри как агрессивно стреляется и теперь смотри ключевой момент юс дракс вместе с джема могут сейчас зайти просто под бету но гудстори скорее всего сидит на монитор и просто будет палить эту контору все да есть все-таки минус от гудстори была спалена эта движуха вся и путик также зонтов пытался добрать джема но нет джем ставит ему отличный хатшот гудстори на широкой перестреливается с двумя игроками атаки падает сразу же гудстори отлетел у нас от кислого и план вместе с системом ck плюс синий рез посмотрим что из этого выйдет ситуация 22 систем беспоставленные бомбы джем полез просто аркадий зачем что это за мой был ребят я вот честно вот убейте меня я не понимаю зачем вы куда-то лезете это был явно не чек ты просто шел стреляться с чуваком поставь бомбу все жди вы играете два в два у вас преимущество и по хитпоинтам было преимущество тоже может он этого не знал но тем не менее так оно и есть и правильный муф делает сейчас систем он уходит закрываться под альфу и план также сидит и слушает просто перетяжку на карте кислый остается 38 хитпоинтами он не знает что делать он не знает где игроки у нас диффанса сейчас просто так скажем для него будет русская рулетка куда пойдет и план тем не менее очень хорошую позицию занял у нас на цк да есть инфа кислого что он там но нет инфы по систем смотри систем очень очень хорошая позиция сейчас на мониторе скорее всего спалят должна быть информация все-таки по кислому установка планета ну посмотрим да система уже потихоньку выходит и заказ и атака пошла хорошо кислый работает на приеме но тут уже в принципе два ствола но успел забрать еще после смерти вот так вот именно своего оппонента но это третий раунд в копилке коллектива юрте просил качели вот пожалуйста тебе 32 ну я в принципе доволен молодцы ребята показывают довольно таки агрессивную игру но будем надеяться она у нас будет продолжаться также на смене есть у нас скорее всего какая-то отвлекающая игра от коллектива образе все-таки забросили двоих такой жесткую аркаду под альфу но в принципе от кислый за свою дерзость и поплатился систем по ему дает опен фраг молодцом ну и атака под винку уже пошла потихоньку здесь лакосты джем и полтик ладно пасу прошу прощения дракс ой-ой-ой-ой-ой полтик то сейчас будет кормить просто свинцом с дуалов нет не удалось к сожалению но на приеме работает good story выдает дубль по своим оппонентам дракс также из винки нашивает своих оппонентов особо не получается к сожалению не получилось забрать своего оппонента ну ладно исправляется забирает good story и тут систем 63 хп остается халпа какая-то имеется у нас все-таки под бету но тут лакосты наштрафовал оппонента и last минус от систем а молодцом ребята забирают четвертый раунд в копилку своей команды но здесь пока что качелями как-то не попахивает я надеюсь сейчас будет у нас все-таки 4 3 мне нужен этот счет именно он но атака у нас уже работает как-то потихоньку под и л давайте посмотрим за всем этим делом а кислый опять же пытается как-то более открытая игра чем его на тиммейты очень на ящики запрыгивает сверху где-то что-то пытается нашить своих оппонентов но в принципе на этом и может прогореть ну да ладно тут у нас вид будет работать в дыму сидит как ежик такой в тумане посмотрим насколько эффективен будет прием от свита до выходит зашивка есть информация уже должна быть то что это все под альфой ребята атака альфа должна быть стяжка но пока что коллектив юртем особо не торопятся план на приеме поставил банку по джему но и ребята пока что размениваются но все равно коллектив апрайзинг у нас нашитые ребята это пух и дракс и в принципе с их хиппоинтами будет немного сложно отыграть поскольку оппоненты тоже у нас не дураки и нашивать умеют ну и собственно принимать ладно систем принимается таки плохо вот есть уже первый минус по роддому и остается только дракс 32 хп и его два тиммейта это лакосты и кислый атака опять же будет производиться какая-то под альфу здесь систем на приеме но тут сложно было поспорить лакосты врывается просто в альфу выдает два минуса по своим оппонентам ой-ёй-ёй-ёй-ёй полтик попытался в цикаве как-то отработать против кислого но эта встреча обернулась для него большой неудачи и гудстори через кт будет работать но нет же лакосты накормил его моментально свинцом я и уложил остывать прошу прощения немножко заговариваюсь но это третий раунд в копилке коллектива апрайзинг молодцы ребята да ребята молодцы на самом деле лакосты мвп предыдущего раунда очень клёвые три минуса он дал два по цикаве одному по синему завершающий фраг принципе хочу что сказать что первый фраг делает пух у нас в этом раунде минусуется план цико это сплетуется у нас альпа дракс также делает пил у нас кислый выбирает система и один год история остается у нас на цико ой прошу прощения на сети спауне и пух его идет просто наглую дожимать и вместе с кислом в двоечка они это делают что хотел сказать по предыдущему раунду что-то раунд очень ошибочно был как это одних так это вторых инфа там походу дезинформация была там двое игрока шли под альфу весь диффенс сместился под бету и оставили одного цико это очень большая ошибка была вот но тем не менее что было тут было ситуация на карте у нас 4 4 действительно мы наблюдаем очень жаркие жаркие так скажем качели вот и пока что вектор атаки у нас также действует под альфой пух пытается как-то раз размяется кафе у нас джемс юздраксом играют под бетой ну и кислый с лакостом на пару двоечка пытаются размять у нас система под альфы и свита под бтром свит все-таки решает сменить позицию ходит на двоечку ходит к лакосту и делает опыт рака опять же по системе у нас и альфа чисто чистая альфа никого в альфе нету просто нагло занимает и лакост кислый чекает у нас ck с бтр и будет план да все игроки атаки уже у нас под альфой и ситуация на карте 4 в 4 посмотрим по и путик делает отличный фраг по пуху на кислый также тут уравнивает количество по выжившим игрокам минусу и плана и два игрока синего кислый кислый я думал что он вышел нагло стреляться но нет джем добирает третьего игрока минус 4 последний игрок остался у нас из your team и посмотрим джем уходится его вместе с лакостом посмотрим да гусорин принимает решение поджимать и правильно делает потому что времени у него не было и джем завершает эту у нас первую половину отличным фрагом 5 4 принципе очень хороший поинт бланк мы сейчас с вами наблюдаем преимущество как такового ни у кого нету команды достойны друг другу вот что очень хорошо потому что мы не наблюдаем избиение младенцев и так далее качественный поинт бланк отличное начало игрового дня сейчас у нас игроки будут релогаться не знаю чем опять же это связано но видим какая-то уже тенденция пошла может какие-то баги с видео знаешь очень много кушает может у кого-то не хватает места или еще что-то но я так понимаю ребята пошли на перезаход по быстрому записывать по новому видео но какие ошибки заметил по первому периоду по первому периоду что очень много ошибок как это одних так вторых но больше тимплейности видно у команды апрайзинг это то что я и выделял самого начала ребята качественно смещаются вместе да может какие-то там есть недоговоренности кто уходит под бету кто уходит под альфу но в целом то есть когда переключаешься сверху и видишь вид сверху весь вот этой команды костяк такой бегать друг за другом понимаешь что без размена эта команда не уйдет то бишь как парочка не собой точно заберут если уж они проиграют от раунд это очень важно то есть ребята практически не бегают по одному прошу заметить ключевое слово практически все-таки бывают какие-то ошибки да ну извините все мы не не безгрешны а так в целом на юртим тоже принципе показали неплохую стрельбу но тимплейности честно говоря им занимать и очень 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 много занимать надо работать над этим видно какие-то несогласованности в действиях у этой команды свит пока что не может привести в чувство своих товарищей ну и надо как-то реабилитироваться на второй стороне на самом деле это будет труднее потому что будет играть у нас свиты компания за атаку а сейчас у нас а праздник на плюс морали начнут за сильную сторону точнее продолжат и принципе им остается лишь нарастить свое преимущество и довести логично до логического завершения данную встречу посмотрим смогут ли они это сделать вот ты как думаешь как пройдет вторая половина и что что и чтобы ты сказал по первой половине что ты заметил но по первой половине коллектив your team очень часто так сказать вот когда включаешь вид сверху у них падает информация сразу то что то что атака альфа там просто все только перед арка еще засветились то есть прохода совершенно никакого нету и видно как стягиваются некоторые игроки все-таки с беты и остается там у нас good story всегда в принципе оставался в соло если что была какая-то холпа и все-таки из c кафе но ребятам из коллектива на брайзинг все-таки удавалось перетягивать своих оппонентов некоторых ситуациях и они совершенно не думали о том что на позиции остается один то есть где-то малейшая ошибка и все одну позицию прошли вторую прошли и там уже просто перекрестный огонь допустим в цкфе ошибку допустил у нас там обычно находился полки когда ошибку допустил его минусанули сразу же своротка на бету ну и атака в винку и тут просто остается у нас good story 1 и нашивка на перекрестном соответствии бета выбита и ребята потеряли позиции но у коллектива а прайзинг было но вот в одном моменте такая некая недооцененность своего оппонента когда джем не решился ставить плейн то решил пойти поиграть в кошки и мышки но на этом и погорел но да ладно у нас сейчас вторая половина матча я думаю пройдет довольно таки агрессивно коллектив your тем у нас тоже не из такого легкого теста так скажем будут показывать хорошую игру но пока что пытается как-то от холода поиграть от минуса нашивает с кафе потихоньку также по дл закидывают прострелы но дракса уже имеется опен фраг ладно посмотрим за всем этим делом по семерке у нас прошу прощения по дл у нас идут какие-то основные такие боевые действия но опять же дракс рушит просто атаку она падает на глазах свит вот пытается как-то выровнять позиции отыграл одного из своих тиммейтов банка попуху залетела и посмотрим что будет дальше но пока что у нас позиция на карте 4 в 3 да ситуация у нас 43 на карте систем пытается как-то у нас развлечь бету шумит он под ней тем не менее два игрока все-таки атаки тоже скорее всего будут смещаться да свит смещается к своему тиммейту посмотрим занята винка уже систему мистер оттреляется у нас драксом джем также на халпе у нас на троечки минусуют они все таки система свит также смотри игра по одному просто по одному плюс все-таки делать нас поджимана и у drunk's на халпер своего тиммейта и у юр путика остается у нас солянова посмотрим я говорю о чем я и говорил ребята не действуют костяком ребята просто идут по одному 1 слился 2 слился ауту ребят из апрайзинг вот Просто была халпа моментальная. Кислый у нас контрит с окна ЦК Фей. Все-таки подальфу решает утипутик. И, наверное, это правильное решение. Лакост его просек и делает минус. И это у нас 6-4 за диффенсом. Да, доминирует пока что у нас апрайзинг. Три уже фрага сделал в первом же раунде у нас Дракс. Хороший стрельбат этого парня, как я уже неоднократно замечал. В принципе, он является, скорее всего, даже опенфрагером или MVP своей команды. Но, тем не менее, Свид делает опенфраг у нас по-кислому. И это ЦК плюс альфа сплит. Ну, все-таки Дракс, пункт, даблкил, триплкиллс, хаешек. Просто 4 у нас килла просто с гранаты в этом раунде. Лакост соло в альфе остается добирать путика. И Систем остается один на синим. Знает ли об этом Лакост? Да, Лакост понимает, что он в альфе. Стреляет, но Систем отличная пачка какая залетает. Джем остается один в один со своим визави. Но посмотрим, будет ставиться бомба. Систем как же он разыграет, уйдет. Нет, сразу же будет агрессивная перестрелка. Джем неудобная позиция для него. Но как же он ставит в тушу просто с такого расстояния. Отличный аим от Джема у нас. Если можно таким называть его, в принципе, с дроби. И это 7-4. Как бы не поплыли у нас сейчас ребята из Йор Тим. Потому что преимущество уже на самом деле нарастает, нарастает и нарастает. Чуть ли не двойное преимущество у нас сейчас за командой Апрайзинг. Посмотрим, куда пойдет у нас вектор атаки в этом раунде. Скорее всего, будет опять так же сплитоваться ЦК плюс Альфа. Систем решает агрессивно. Затянул два игрока и его встречает моментально. Кислый добирает уизави. Джем также минус план. Под бет и тихо. Так, атака под Альфу. Ты посмотри, ребята, начинают уже потихоньку нашивать своих оппонентов. Но пух здесь штрафует уже. Гудстори. Молодцом. Но тут уже просто у коллектива ИРТМ. Минус мораль. Просто ребята начинают как-то опускать руки. Видно то, что не достреливают. Просто банально не достреливают своих оппонентов. Уже не летит, не попадает. Ну вот и Свид опять же попытался отыграть как-то в соло. В атаке это довольно-таки было опасно. Но, собственно, на этом его и заштрафовали. Просто атака у нас рушится моментально на глазах. И ребятам из коллектива ИРТМ нужно срочно собираться. Просто работать уже на более высокой морали. И верить в то, что они смогут хотя бы к допам свести. Прошу прощения. И какие-то технические неполадки, скорее всего, у ребят. Ну, посмотрим, посмотрим, что вообще происходит. Я думаю, на самом деле, ну, я играл просто когда-то тоже. Я думаю, это, скорее всего, тайминговая, может, какая-то пауза, так скажем, в виде краша. Потому что ребятам надо переговорить, понять, что идет не так. Потому что 8-4 счет, два раунда остается до победы у нас в команде Апрайзинг. И с этим уже не шутят. И вряд ли уже отпустят своих оппонентов команда Апрайзинг. Но посмотрим, сейчас должны что-то обговорить, понять, что идет не так у команды Your Team. Свит все-таки должен настроить своих тиммейтов. Очень опытный у нас парень Никита Свит. Неоднократно принимал участие на ландфиналах за различные коллективы. Очень давно уже играет этот парень. Лично с ним знаком хорошо. Отличный человек, отличный игрок, отличный координатор. Некогда капитан, неоднократно даже капитан составов, которые играли в Старлиге, занимали почетные места. То есть, там, четвертая, там, пятая и так далее. Поэтому опыт должен сейчас как-то предрешить их дальнейшую судьбу в положительную сторону. Потому что, как я уже сказал ранее, два раунда остается у нас, в принципе, до конца. У Апрайзем все хорошо. Ребята там сидят себе, покуривают сигаретки, наверное. Все, у них удалось, жизнь удалась. Но, тем не менее, все, зашел у нас планчик. Обговорили, надеюсь на это, ребята из Your Team, что им нужно делать. Ну, посмотрим, к чему они пришли за этот короткий перерыв. Что они сейчас будут делать. Я думаю, это какой-то сплит будет. Бета плюс ЦК. Ну, не знаю. Далеко мне до аналитика, на самом деле. Ну, посмотрим, может быть я угадал, а может быть и нет. Но, тем не менее, good luck and fun. Продолжаем мы первую карту. У нас 8-4 за Апрайзинг. Смотрим. Да, будем надеяться. Все-таки ребята собрались. У нас покажут достойную игру. И ничего более. Да, у нас уже есть open frack от свита. Ребята начинают довольно-таки агрессивно работать под альфи. Моментальные размены от лакоста также залетают. Но посмотрим, посмотрим, что у нас будет дальше. Опять же, атака как-то застопилась. Полтик пытается работать опять в соло. Вот на этом и горят у нас, собственно, коллектив URTM. Но свит опять же банка по джему. Молодцом. Пух моментально отыгрывает по плану. Есть размены. Позиция на карте 2 в 3. От Дракса также залетел минус. Полтик стягивается в винку точки бета. Свит трипл килл. Молодцом. Разозлили парня. Но посмотрим, что у нас будет далее. Пока что ребята устанавливают плейнт на позиции точки бета. Полтик у нас будет хелповать, скорее всего, через винку. Ну и свит отыгрывает от плейнта. Лакосте через семерку работает. И пух работает через кт. Но посмотрим, что из этого всего выйдет. Полтик 22 хп против своего оппонента Лакосте в винке. 1 хп зашивка. Ну, Лакосте банка просто залетает по полтику. И свит бедолага остается у нас один. В принципе, рэдовые ребята. 31 хп слышит. Да, зашивка. Это просто тим килл. Да, у нас это эйс от Никиты. Браво. 5-0 у нас просто вычудивает этот парень. И возвращает в копилку своей команды один раунд. Это 8-5. И может быть, это камбэк. Камбэк Израиль, как говорится. Но посмотрим. Удачи все-таки в дальнейшем. Мэнхаус план делает уже. Опять оппон-фрак. И в меньшинстве остается у нас апрайдом. Где вектор атаки у нас идет под альфов. Там же кислый с пухом. Пух уже отпал, так скажем, от у нас, от гудстори. И смещение от юздракси и кислого. Делают они даблкил. Но план сегодня набирает кислого с каешки. И путик, систем и Никита Свит. Посмотрим. 3 в 2 ситуации. Ставится, скорее всего, будет альфа. Да, путик у нас ставят плент. И это ситуация 3 в 1. Джем в соло новинки. 14 хп у Никиты Свита. И 23 у джема. Но все-таки в баллистике забирает у нас джем своего оппонента. На самом деле мало шансов. Если сейчас ребята из команды Йор Тим займут хорошие позиции, то у джема никаких шансов нет. Систем все-таки ставит жирную точку в этом раунде. И счет уже у нас 8-6. Сокращают преимущество практически до минимума у нас команда Йор Тим. И посмотрим, будут в этом же ключе действовать дальше. Либо поменяют что-то в векторе своей атаки. Но посмотрим. Пока что у нас без оппон фрагов на первых 13 секундах. Это уже, так скажем, хорошо для Диффанса. Не потеряли никого из своих тиммейтов. Но видим, что пока что разминают у нас Альфа, Гудстори и Кампания. Джем с Драксом отыгрывают у нас под Виночкой. Дракс играет на зонтах. Винка в упоре играет у нас Джем. Гудстори очень-очень агрессивно пытается как-то отыгрывать. На такие открытые нашути вылетает. Не знаю, как по парню. Просто не залетает свинец. 68 хп еще остается. Ну и пытается уже как-то дожимать все-таки своих оппонентов. Потихоньку нашивает у нас пуха. Также есть информация по Лакосту. Но будет заход. Да, зашивка есть. Ребята, молодцом. Сразу же выдает минус 2 по своим оппонентам. Ну и здесь уже коллектив обороны просто работает в меньшинстве. На карте позиция 2 в 5. Посмотрим, что из этого всего выйдет. Джем в ЦК Фест дробью будет работать. Выходить на агрессии. Но посмотрим, что из этого всего выйдет. И здесь просто уже атака по нему из всех калибров. Но есть минус по плану. Ну и свит. Наказание. Дубль. Просто в конце раунда. И это седьмой раунд в копилке коллектива URTM. Молодцы. Ребята довольно-таки собрались. Разозлились. Прям показывают дикое месиво. Но посмотрим, посмотрим, что из этого всего выйдет далее. Ребята сейчас скорее всего будут работать как-то от холода, от минуса. Но не знаю, не знаю. Кислый вот уже дает опенфрак по плану. И нашивка по ЦК Фе. И по ДЛ также залетает. Джем сидит себе спокойно на вине точки бета. Полтик моментальный размен забрасывает. Ну, посмотрим, посмотрим. Что-то мне кажется, все-таки этот раунд ребята будут готовить какой-то сюрприз. Но Джем слышит уже своих оппонентов. Есть информация, что это бета. Ребята пытаются как-то работать по семерке. Здесь систем со свитом. Ну и заход в соответствии будет производиться. Посмотрим, что у нас тут в вине. Здесь в вине полтик с хелпой от своего тиммейта. Молодцом, пытается как-то зашить. Особо не удается. Систем моментальный минус по джему. Дракс забирает свита. Ну, есть серия минусов. Ребята довольно-таки агрессивно отыграли. Пока что у нас позиция на карте 2 в 2. Но вот все-таки у коллектива URTM ребята находятся в Reddle. Но, как нам с вами известно, хиппоинты мало что дают. С одним хп, минус 4 по головам. В принципе, нормально. Но Дракс забирает полтика. И здесь у система просто руки, наверное, уже потеют. Ноги в мороз. И парень очень сильно волнуется. Да, это, в принципе, видно по его стрельбе. Не залетает. И здесь лакосты, хелпа на зонты. И минус. Ну, пока что у нас 9-7. Вот так вот. 9-7, да. Три матч-поинта у нас у команды. Господи, что-то я залипал. У команды апрайзинг. Очень своевременная хелпа пришла сейчас на зонты. Как мог, тянул Дракс время. И посмотрим, осталось ли прыть. Остался ли порох в пороховницах у нас у команды URTM. Посмотрим, сможет ли Никита в этот раз еще раз удивить. Посмотрим, пока что есть прокидка у нас на семерку от дефанса. Чтобы, так скажем, притормозить движение атаки. Но у нас пока что холд. Холд. Есть у нас гудстори подальф, который пытается отстрелить. Но пока что безуспешно. Лакост прощекался движуху, что трое заходят у нас подальф. Откидывают хаюшку под беттер. Но никто на нее не попадается. К сожалению, для него. Посмотрим. Никуда пока. Ой-ой-ой, какая пачка от лакоста у нас. Но разменивает волосвид моментально. Существует 4-4 на карте. Гудстори забирает еще одного. Без капитана остается у нас команда апрайзинг. Кислый 16 хп застается у нас за винками в альфе. Но все-таки 4 в 2 ситуация. Это, скорее всего, будет 9-8. Но не будем рано списывать счетов в команду апрайзинг. Гудстори добирает кислого у нас на бочках. И остается в Соляндрово джема у нас 50 хп. Также есть чуть-чуть рейли на игроки у нас у команды your team. Пытается что-то сделать у нас джем. Но, к сожалению, безуспешно для него. И, к счастью, для команды your team. 9-8, 9-8, ничью просим. Посмотрим. Я, как говорил уже, что будет 10-8 в пользу апрайзинг. Но посмотрим, прав я или нет. И я говорил, что будет без допов. Посмотрим, вангую я или нет. Пух у нас и отыгрывает ЦК. Буквально моментально смещается к нему, ребята. Сальф и Лакос плюс кислый. Дракс, вопенфраг по плану есть. Ситуация уже 5-4 на карте. Джем у нас будет принимать в упоре винку. Есть инфа, что у нас на семерочке перестрелка. Но посмотрим, пока что больше никаких точных действий и перестрелок на карте нет. Пытаются разминать у нас Гудстори и Альфу. Кислый с Лакос там на пару отыгрывают Альфу. Пух, понимают, что ЦК можно, в принципе, отпустить. На зонтах смотрят джемс-дроби. И преимущественно будут закрывать Альфу. У нас сейчас и оставляют соло у нас своего тиммейта Дракса. Новинки. Да, это все-таки вектор атаки подальше. Гудстори хороший минус по кислому у нас. Ситуация 4-4. Лакос все-таки забирает Гудстори. В 33 ситуации ребята, скорее всего, отойдут у нас из ЮРТ. Да, решает НС отойти. Свид пытается еще как-то остроить. У Лакоста 2 хп всего лишь остается на баре под Альфой. И, скорее всего, зайдут либо ЦК, либо Бету. Может сплетанут, не знаю. Посмотрим. Лакост там все-таки с двумя хп как огрызается у нас. Жесткий Лакост. И Систем провожает его путик под БТР. Понимает, что там где-то рыдовый у нас игрок Диффанс. Но пух смещается сразу же. На двоечку нужно добирать. В двоечка вместе с Лакостом Систем. И 48 хп остается. Но путик. Путик хелпует своему тиммейту. И ситуация 3-3 на карте. Очень интересно. Пух остается соло подальше минус Систем. Также путик остается 71 хп под БТР. Ой, и Свид как грамотно закрывает у нас ЦК. Отличный хэдшот ставит по джему. И ситуация 2-2 на карте. Посмотрим, ничья или победа команды Апраздник. Фух соло добирает хорошо свитом хэдшотом. И путик 50 хп остается под БТР. Сразу смещается Дракс. Просто на хелпух своему тиммейту. И скорее всего двоечка должна забирать. Но путик быстрее тебе надо уходить. Просто менять позицию. Но нет, фух все-таки добирает своего визави. И это 10-8. Моя Ванга сыграла. Градс меня. Градс команду Апрайзинг. Отличный поем-бланк. Мы сразу же с первого матча с вами наблюдаем. Фух. Интересно, интересно. Поздравляем команду Апрайзинг. И желаем удачи в дальнейшем. Также желаем удачи команде Your Team. Фух. Как тебе? Как тебе, Макс, эта игра? Довольно-таки потная. Но все-таки, вот как ты ранее подмечал, то, что тимплею надо бы занять все-таки коллективу Your Team. Но от них хватало этих моментальных стяжек, какой-то хелпы. И не знаю почему, все-таки ребята решили как-то играть на холоде. Вот после перезахода бойца начали играть очень агрессивно. Прям прессинговали позиции. И перед этим прессингом было видно то, что коллектив Апрайзинг уже просто рушился. Они успели три раунда подряд забрать свою копилку. Но потом почему-то решили играть просто чисто на холоде. А тут минус залетит, тут минус залетит. И как бы на этом будем работать. Но не удалось, как мы с вами видели, на холоде не удалось. Все-таки коллектив Апрайзинг нужно жестче прессинговать. Поскольку ребята сами работают когда за дифференс. Работают очень холодно, так скажем. И довольно-таки агрессивно принимают своих оппонентов на позициях. И вот эти вот минуса нелепые, когда залетает по одному. Уже коллектив Атаки у нас находится в меньшинстве. И атаковать становится намного сложнее. Казалось бы, один боец. Но один этот боец и его скилл, его девайс решает многое. Но, к сожалению, у коллектива URTM не удалось отыграть. Но показали достойную игру. И не пропустили, так сказать, своих оппонентов на изи. И 10-8, это игра достойна этих коллективов. Ну и, в принципе, молодцы. Опять же, поздравляем коллектив Апрайзинг. И что скажешь ты? Что я скажу? Я на самом деле под впечатлением. Игра очень клевая. Но, опять же, я это говорил и повторюсь еще. Да не осудят меня зрители. Ошибок просто море. Как это одних, так это вторых. По смещениям. Даже просто со стороны видно, что инфа хромает у одной и второй команды. Ребятам нужно подтягивать имплей срочно. Потому что, если кто-то из них поедет у нас в Корею, там ребята из Бразилии, там Индонезии и Таиланда не прощают такие ошибки. Они просто добирают и карают и, так скажем, доминируют. Властвуют и унижают, если вы совершаете такие ошибки. Есть еще у нас буквально два месяца до того, как ребята будут защищать наш Триколор. Ну, а пока что 10-8. Команда Апрайзинг проходит дальше. У нас пока что без поражений действует этот коллектив. Очень уверенно играет них, с чем я их и поздравляю. Ну, а мы пока что уходим на короткую паузу. И буквально через минут 10-15 мы ворвемся на вторую встречу сегодняшнего дня. Никуда не расходите. Дамы и господа, зовите друзей. Будет весело, будет жаркий поинт-бланк. И, кстати, следующий матч, это матч дня. Это команда Литерейт против ГГВП. Никуда не расходитесь. Скоро вернемся. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok